Вообще точно коты. То есть это единственная карта, которая очевидно OC подходит. Лолайт улыбается, что-то глазки бегают у него. Веселенький такой. Да никакие нервы. Да... Какое-то... Ну интригу создают комментаторы. Ладно, давайте посмотрим, действительно посмотрим. А вдруг, а вдруг... Так, мне кажется, надо потише комментаторов сделать, а то... Я слышу их достаточно громко, это уже сигнал, потому что я слышу и себя, и их у себя в наушниках. Поэтому уровень приблизительно представляю. А чего ты на 3.0 гонишь? У меня она до сих пор... А с чего ты взял, что я гоню? Ничего себе, сразу... Сразу с удреца наезды какие-то непонятные. Татикман, привет. Переслушает момент. Так, хорошо. Патма Хантреса OC. Я думаю... А здесь, кстати, наверное, Димка будет. Зачем? Нет, козёл, козёл. А здесь что? Козёл, нет, всё. OC в мете. Всё, уже хорошо. Даже если... Ну, конечно, Патма, она даже несмотря на фиксы козла, наверное, менее выгодна. Ну, посмотрим. Лолайт какой-то на взводе. Посмотрите, он... Так же, как до игры. Ну, сейчас уже поменьше. В правом нижнем углу. Там что-то напевал, там головой кивал. Что-то себе под нос бурчит. Очень странно. Заказ с виспов там. Это тоже такой... Сигнал, что это коты будут, когда у тебя там 7 виспов в заказе. Всё, поехали. Неплохая застройка. Понеслась. Слушайте, ну, учитывая патч 1.31, интересно посмотреть именно на маскотов. Это такая древнючая стратегия, да, с козлом, но тем не менее... Опа. Хорошо. Первым прибегает... Лолайт. ОСи сначала рванул вниз, потом... А, у него прикопка, я понял. У-у-у, отмена Мунвелла первого это удар. Это всё. Быстрее даже будет. Надо уводить виспов, делать Мунвеллу вне базы. А, он слева делает, как видите. Слева наверху. Ну, просто без второго Мунвелла ты одного только кота, кажется, делаешь, у тебя помещается. В 20 лимита только один код. И тайминги очень важны. Потому что ты теряешь время, где-то секунд 30-40. И... Да, сразу большая разница. Одинаковый герой, другой скилл. Как следствие, Харас у Лолайт значительно более успешный. Он сразу протектор бахает. Молодец. Очень правильное решение. Не диспейлим. Виспов, забей это. Это унижение просто. Пшшш... Пшш... Интересно, заметил, на карте... На карте отобразилось, что там протектор делается или нет. Ммм... Кажется, он увидел этот протектор, на карте он должен быть. Но он не обратил на это внимание. да все увидел чуть-чуть 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 на протектор скорее всего не достроит хотя может и достроиться там 2 2 хантресс не достроился да ладно и понеслась да не контролирует там хантеры складно сейчас мы сожжем а уже уже сразу баллисты делает правильно уси делает не контролирует правда немножко еще лалайт слева как вы видите ой он еще протектор не 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 это ошибка это ошибка конечно же конечно же ошибка так протектор выигрывает много времени еще умудряется закопаться несмотря на то что смотрите какой урон влетает еще регенится протектор ну перенацель очень много дамага согласен минус 1 хантресса минус 2 хан там баллисты правда но протектор окупился точно не добил 3 так близко было увидели как код ушел выпил здесь скорее всего они не то 2 а смотрите-ка не то 2 а улала это а это ошибка кстати зачем 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 почему он мог это время так использовать хорошо но видимо не хочет за затягивать стоит отметить также что оси второй уровень неожиданно частично на тех весах которые он на старте убил частично на парочке хантресс которые удалось убить благодаря прикопки ой энгар спасибо тебе большое за добрые слова частности счастливее от души ой спасибо спасибо сори что не не могу сильно отвлечься на подробную озвучку хорошая сейчас встреча идет для лала это потому что у него больше хантресс и и даже удается ему прикрыть того ту хантреску которая была прикопана ай но лалайт лалайт на самом деле ошибается уже в очередной раз например хантреску не отвел ту за которую сражался рассветка не забежал в магазин не купил стандартную приходится тратить больше второй уровень получил прикопку получил ну штурмовать очень сложно даже нереально я бы сказал первый грейд на атаку сейчас бы в магаз забрать подсветок утренний прикопочка еще штрафуется одна хантреска хороший висп нет оси оси умеет хантрес играть это видно то есть он он реально с прям прям знает что нужно делать то есть карта такая эти хорошие там баллисты вообще нельзя здесь лала это сражаться и он понимает это отступает ничего в себе не в одни ворота началось так бодренько уверенно абсолютно играл лалайт а потом там хантреску тут хантреску с тэком какие-то вопросы даже по уровню героя некоторое время проигрывал даже сейчас немножко проигрывает ну по мелочи но оси молодец да да тут хорошо хорошо когда ожидания такие когда ты андердог когда у тебя тебя никто не верит и есть как раз возможность удивить и ты протектор неплохо да а он прожрал свиток плюс шесть инты там уже третий кипер вот чем проблема прикапываем о как окружает хорошо и кипера вынужден уводить потому что кипер да 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 и сейчас вторая прикопка дает свои плоды видите минус 2 хантрески возможно дирижабль возможно дирижабль четыре баллисты куда-нибудь закинуть всем добрый день друзья я не могу поверить мне у нас тут 2019 да вроде год у нас и и хантресы бегают по низинам это очень странно это ради артифа не они не будет почему а потому что видел козла слева я понял то есть он хочет этого голема забрать что может быть и скроллов забист и большой бутылек маны большой бутылек жизни тоже нормально зайдет protection пошел и инвал вообще ненужная хрень и там баллисты стреляет в грейд на баллистов 31 патче помните он он же их все ну он остался с одной стороны дает увеличивает почти в два раза скорость полета снаряда но теперь уже ну и тип сплэша поменялся кажется теперь он классический типа вокруг сплэш дает они за целью но самое главное что выстрела не попадает гарантированно в цель так скучаю я по этим баллистам уникальным жалко апгрейд уже есть явно баллисты тем не менее страдают о этом там там экспенд что ли делается о оси в очень странном месте но а что там еще может делать короче баллисты страдают естественно от недостатка мобильности им нужен дирижабль и видя баллисты лолайт понимает что это может быть дроп именно поэтому он делает ancient of wind для того чтобы заказать ой по своих бьет видите как это сплэшем раньше вообще бы коты не почувствовали взрывы выстрелы баллист френдли которые вот рядом стреляют по нейтралам потому что ну не так сплэш работал сейчас влетает хорошо да это магазин просто в магазин заходит это опасный момент хотя там три арчи какой сплэш вы видели надо было телепортироваться сразу это ошибка от лолайта блин ты чего серьезно так нам телепортироваться сейчас оси пока поздновато поздновато и так бы убил мунвел но все равно он убил двух арчей трех три мунвела и лолайт естественно должен был когда увидел эти четыре баллиста сразу же телепортироваться тут же просто моментально потому что тот урон который они нанесли он не сопоставим с стоимостью телепорта лолайт ошибается возможно причина в том что он сто лет уже нормально не играл против котов может быть он не играл вообще в этом патче против котов но он может сделать так много дэмэгг с глэйвом и это будет как-то интересная история потому что лолайт абсолютно мимиквилла стратегию в первых статусах и кто лучше не удается выбрать время чтобы забрать этот мунвелл слева первый играет на атаку очень битый баллист почему-то не взял с собой хотя бы одного виспа чтобы он там пассивно это все чинил ох пытается снова оси добраться до базы а вот и висп который чиниться все замечен замечен враг и сзади атака оооочень опасная пытается перегруппироваться лолайт но позиция не очень хорошая да и телепортируется сразу одна только умерла он их он их спрятал он схайдил их просто да 49-46 видите как оси вообще сражается не неожиданно для меня и лолайт ну тут как бы два фактора сложилось во первых оси в своей стихии ну и лолайт вообще не непривычный ему явно вроде стартанул прекрасно как будто все понимает а потом бах и гиппосы гепарчеров делает прошлые баллиста бы разорвали с с этих энтов вообще изи эти не попадают там уже пятый кипер пятый кипер урывками но тем не менее лолайт и удалось там две точки собрать ну сначала магазин собрал потом справа шахту собрал и и сейчас вот магазин слева в результате разница колоссальная по уровню сейчас опять телепорт ингул какой-нибудь да ай-яй-яй-яй-яй не догадывается это это все это да это засада и понеслась коты выпрыгивают баллисты биты гиппосов нечем убивать это гг старается свиток читает ингул да толком лимит тает героя хуже сейчас либо минус тп либо минус козел повторюсь самая большая проблема с гиппосами телепортируется с оуси не сдается еще теряет все ну все да все баллисты у него остается пять котов и один тролль он делает арчей для того чтобы законтрить гиппогрифов я слушаю комментаторов и удивляюсь говорит у него вообще легкая контракт гиппогрифом он сейчас сделает сделает этих арчей и что же лолайт сделает ему ну в смысле какой же ответ будет от лолайта там наполовину шестой кипер какие блин арчи там в виспов не напасешься там энты в бой энты при копке до свидания арчи он скорее всего даже будет продолжать просто строить гиппосов невзирая на арчей которые внизу сейчас не полез исключительно из-за протектора то есть ему нечем бивать протектор можно влепить нычку справа в углу давайте ищим ну потому что лимит есть 50 как можно быть выходить не особенно резонным и подхараслить гиппосов и подвлекать самому welcome да спокойно экспант поставить О-о-о-о, ГГ. Ну, хотя он может выйти справа. Батман. Точнее, Контреска сама подблочила Кипера немножко. О-о-о-о-о. Красиво. Транквилла будет? Нет, маны на Транквиллу. Красиво. Да, пишем ГГ, выходим. Улыбается, щегол. Никакого уважения к старости, к возрасту. Да. Будешь брать себе трекер для глаз. Надо погуглить, посмотреть, что там есть за решения, и как они вообще используются. Несколько неожиданный получился результат, потому что ОС держался дольше, чем... ...чем многие ожидали. О, трекер, смотрите. Жук, жук, жук. Засада. Телепорта у меня нет. Посмотрел. Забайтил кипером. Вызвал энтом. Все, поехали. Раз, два, три, перекликал. Нет, про... А как он? Это неожиданно, да. Да, похоже на Гарк. Так он ухмылялся зло, вы видели. Михаил Трейкер для глаз подписывает приговор свободному мужскому взгляду. Да, у него, похоже, очень похожа мышка на Майкерсотскую первую. Но, может быть, это какой-то современный вариант. Это неожиданно. Это неожиданно. Это неожиданно. Это неожиданно. Но если он дартит ему и найдет эти амбуши, которые Лолайт не ожидает, то не было возможности. Может быть, он может найти эти решения сейчас. Да, не знаю, опять комментаторы ерунду какую-то говорят. После того, как, типа, убил эти три Мунвелла, можно было взять Дирижабль и избежать бла-бла-бла-бла-бла. Он, когда пришел, уже видел Эншн Ту Винт. Какой Дирижабль? Любой гипогриф сразу объяснит, что ты не прав. Не удастся долго контролить, микрить, когда там... А там на момент засады, насколько я помню, уже было три гипоса. Потеря ресурсов и... Забейте. Дирижабль, повторюсь, работает, если человек не ожидает. Вот, если у него нет Эншн Ту Винта, если у него нет антиэйра, потому что там коты не стреляют по Дирижаблю, все, ты дропаешь, такой улыбаешься, молодец. Но там Лолайт сделал просто превентивно Эншн Ту Винта и настроил гипосов. Поэтому ОСИ просто не стал очевидной вещью. Ну, очевидно, ошибки не стал делать и все. Они там рассказывают о том, что, может быть, в следующей игре он сообразит. Ага. Ладно. 31 год для ОСИ. Выглядит на 40, говорит мистер Вильяр. Игры добра не доводят. Ощ... Люблю примитивные выводы. Обожаю. Так, хорошо. ОСИ снова играет в Хантресс. Сделал очень раннюю разведку. И... Прям, прям очень. Да, и будет агрессивно играть. Он заметил, что там барак строится на лагере наемников. Просто его задача сейчас попытаться максимально, видимо, навязать свою игру на старте, чтобы... Ну, чтобы не было криппинга быстро в лагере наемников, потому что там серия... серия хороших вещей. Это и Берсерк против Хантресс хороший, и Фрист, который очень нужен, особенно против кипера. Поэтому... Это Таоф. Да, скорее всего, скорее всего, Ла Лайт не поведется. И это ключевое. Чем барак такой поставил? Да, он поставил его АБК. Сейчас с алтарем или с Мунвеллом надо его ставить. А не с деревом, естественно. Ну, сейчас пройдется, видишь. Да. Кажется, просто не повелся Ла Лайт. Ну, вот. Сейчас у нас есть... Ну... Забей, короче. Это минус, в общем. Минус-минус ОСИ. Здесь сейчас. Подставил Энтов, подставил козла под... Да-а-а-а. Не так контролил еще Ла Лайт. Честно, не совсем понятно, почему он впивается в барак. Ну, хотя не, нормально. Нормально. Можно на... Еще один висп. Раз. Не хочет тратить ману пристом, это правильно. Ну, и все. И в результате мы получаем второго кипера против первого кипера. Барак, который особо ничего не сделал. Ну, какой это матч диспелл? Нахрена ему вообще сейчас виспы? Это же не Грейт делается, не в Дриад ты выходишь. Сейчас на Т1 все равно будем сидеть и улыбаться. Все, сейчас выкупаем Берсерка. Сам хочет... Да, все выкупают. Здесь... Ну, он может не уйти отсюда просто. Там прикопка вторая. Ну, диспель-то хотя бы, ну, еппер СТ, ну. Минус Берсеркер. Да. Такое выражение лица ОСИ было, типа, вообще все. Все, все не так, блин. Ну, как так и смеется над собой. Молодец. Мотает головой. Вот так вот делает. Все, озвучиваем. Да. Ну, то есть, такое в ладере может прокатить. Но Ла-Ла-Ла достаточно опытный. Не уйдется. И в результате у нас первый кипер против почти третьего. Лимиты ОСИ... Ну, сопоставимые, короче. Одинаковые лимиты. Еще интерпловит сетку. Контресса вытанковывает. Будем болеть за кэша, короче. Ну, уже мы с вами очень много Бо-3 посмотрели. На этом турнире. Видите, как... Если есть разница в уровне, если есть такая ощутимая разница в уровне, то, да, первая карта, может быть, идет какая-то борьба. Сложно это объяснить, может быть, товарищ, который, типа, играет похуже, выкладывается прям по полной программе, а товарищ, который играет сильнее, не рискует, притирается. Но вторая игра, как правило. И не может артефакт еще забрать. Ну, ебать сетка. Ну, он стырил, конечно, скрулл оф зе бис, но теряет хантрессу, отдает оставшихся нейтралов. Это просто такой салат. Три с половиной на почти два. Ну, сейчас из-за ту виспа убьем, оторвемся. Будет знать. Да. В Америке были крутые игроки в Warcraft 3. Помню только главного Глока. А, никнейм Тилерман тебе о чем-нибудь говорит? Ладно, игра продолжается, тем не менее. А, Тилерман из Великобритании. Блин, это косяк. Мне казалось, что он на американском сервере играл. Косяк. Блин, простите, пожалуйста. Действительно, Тилерман. Кто у нас был из... Акслав, кажется, да? Кивикакин, он из Канады. Шот раунд. Акслав австралиец, но вообще, все мимо, короче. Акслав американец, говорит, эсперант. Вот. Визар древний. Визарды вообще не помню. Да, код Акслав. Ну, вообще, я уже говорил, что в американском регионе, да, там поменьше игроков, в принципе, у Варкрафта, и поменьше, как следствие конкуренции, и меньше топовых игроков. Вот, поэтому... Причем, что в Старкрафте, насколько я понимаю, что в Варкрафте, как-то не приживаются стратегии в... Алу-карт, алу-карт, да. Ооооо, а почему? А почему? Ну ладно, это в конце концов был просто бы минус тп. Ничего сверх страшного не произошло. Виспы будут лучше, я думаю Так, ну, судя по всему, сейчас Ла Лайт будет пытаться наязывать сражение Хорошо, диспелят одного Одного виспа спасает Хантреск, он так приблизительно Ну, потому что она битая очень, в результате появилась Все еще жрец лесных троллей живой Перегруппировывается Ла Лайт Протекшн, пошел сразу в висп Да, у Ла Лайт и виспов нет Да, и вот сейчас может быть и... Хотя его меньше, но... Не, вообще лучше ТП врубать и все Ну, ему не нужно, в принципе, здесь сражаться Действительно, светок зверя очень опасный в такой ситуации предмет Единственная вот как раз угроза Ты далеко от базы, лиспов нет Никак его не законтрить, диспел нет Соответственно, там 25% бонусного урона Эквивалент двух грейдов на атаку дополнительно И надолго, там, кажется, он... Мне кажется, он вообще 45 секунд висит То есть он очень долгий такой Так, там 1-1, да, были грейды у Ла Лайта? Кэш играет следующим Да, 1-1 против 1-0 Там еще кипер почти пятый, как вы видите, у Ла Лайта Сейчас он купил Scroll of the Beast Не знаю, заметил ли Оу Си? Да, все, вроде можно в Scroll of the Beast Да Да Еее Все И у него, кажется, даже виспов не осталось Протекторы пошли Ой, да какой майнер Игрок Ему особо не нужны эти протекторы Падает Да, пишем ГГ, выходим, к сожалению ГГГ, ВПМ Ну, Си... Сделал все, что мог Чуда не произошло А Ла Лайт будет с Инфи за выход из группы на втором месте Но это не сегодня будет, это завтра будет Да Да И кажется остались только Азиаты, да Хэппи с Кэшем А Хантер еще живой Хантер еще живой, точно Субтитры сделал DimaTorzok